привет из моего эстонского дома ребята я поняла по прошлому видео что вам интересно еще посмотреть чуть побольше про мою жизнь здесь в этой квартире и я поэтому сегодня вас беру с собой буду сейчас немножко работать потом пойду город мне нужно будет сделать пару дел сейчас я начинаю видео с того что мне нужно вообще-то записать подкаст с полиной и наверное когда видео выйдет подкаст уже будет тоже в прямом эфире мне осталось буквально 7 минут буду что-то сейчас организовывать залог успешного подкаста это заранее подготовленный чай так что я сейчас долью немножко теплой воды сюда многие спрашивают когда будет наш подкаст с марго меня тоже это интересует и марго тоже очень хочет записать еще что то но сейчас немножко такой странный период когда просто не хочется честно говоря записывать глубокие мысли личные мысли которыми мы делились раньше в подкасте мы очень много с марго общаемся по-прежнему и я очень надеюсь что мы этим летом с ней встретимся в один момент подкаст превратился из такого хобби в необходимость все задумалось как разговоры с подругой да мы действительно опубликовали наши очень личные разговоры с ней записи до сих пор можете послушать все 67 эпизодов они в описании в какой-то момент да наверное расхотелось так активно делиться информацией и плюс сейчас очень многие стали делать подкасты вот в плане там звоню подруги узнаю как у нее дела и немножко наверное нам стало неинтересно больше потому что все делали то же самое и как-то формат потерял уникальность хотя он и так не был уникальным наша идея тоже не была новой но наверное как-то вот эта вся группа факторов соединилась воедино и получилось так что мы пока что приостановили но я думаю что мы что-то еще придумаем вместе и вы можете посмотреть наше с марго видео если вы еще не видели я оставлю здесь когда она ко мне приезжала в стокгольм я уверена что мы что-то еще придумаем потому что у нас всегда такие глубокие разговоры которые не могут оставить никого равнодушным и это точно нужно еще дальше как-то демонстрировать потому что это дает много пищи для размышлений другим людям а сейчас я уже слышу что мне полина там пишет пока что выступаю только как гости в других подкастах и то редко бывают какие-то реально интересные вопросы честно скажу очень много людей те вопросы которые уже сто раз освещала здесь у себя на канале но с полиной я уже тысячу лет знакомая и я просто знаю что она сегодня будет со мной на интересную тему разговаривать поэтому я решила поучаствовать я отвечу историей я училась на графическом дизайне в дании я туда поступала так как будто я вот уезжаю навсегда жить в другую страну надо сразу быстро ассимилироваться интегрироваться учить язык все делать потому что вот это то как теперь будет выглядеть моя новая жизнь и когда я там через пару лет поняла что я даже не останусь в том городе где я училась и что да я переезжаю в другой город и потом оказалось что в новом городе я не поступила в университет ради которого я переезжала это был такой период когда перемены произошли во многом по моей вине потому что я не предусмотрела план б но вот они случились и что делать в такой ситуации я тогда поняла что нету ничего стабильного и нету ничего фиксированного в жизни то есть нужно всегда быть готовым к тому что что-то изменится и это может измениться в любой самый неподходящий момент это может произойти спонтанно во первых все может в итоге случиться гораздо проще чем ты думаешь либо может все вообще никак не получится тебе придется опять придумать что-то другое может произойти абсолютно все что угодно и вот эта мысль о такой нестабильности она в какой-то момент меня стала успокаивать и и я немножко сняла себя ответственность мыслью о том что иногда не все нам подвластно и нужно просто вот следовать этому ветру этой волне и как-то тебя в итоге вынесет рано или поздно на нужный берег и всегда спасает план важно иметь план в любом действии что тебе конкретно нужно сделать чтобы в итоге вот что-то поменять чтобы прийти к тому чем чего ты хочешь и когда у тебя будет перед глазами вот этот вот сценарий тебе будет гораздо проще решиться и сделать первый шаг и мне кажется все очень важно всегда делать хоть какой-то шаг не важно насколько он большой потому что когда мы думаем о перемене глобально нам кажется что это вот прямо сейчас изменится мир но на самом деле ты не сразу получишь то что ты хочешь скорее всего тебе придется что-то для этого предпринять и вот эти хотя бы маленькие какие-то первые действия они уже тебя начнут приближать к желаемому и тогда ты поймешь что окей все не так страшно как казалось я просто буду постепенно действовать и к этому идти и вот это мне кажется это вообще очень важная вещь я бы сказала просто фундаментальное понять то что мы всегда на все смотрим вот с такими завышенными ожиданиями как я вот про данью рассказала да что это будет навсегда и вот эти мысли нас и пугают что мы боимся объема когда ты режешь слона по кусочкам конечно его гораздо проще есть вообще в этом смысле в жизни все гораздо проще устроено чем мы думаем и мне кажется не нужно гиперболизировать как-то преувеличивать и нужно просто просто делать хоть что мы записали подкаст с полиной я уже собираюсь в город буквально через 10 минут автобус так что надо быстренько собрать вещи и лежать но вообще сейчас не очень холодная поэтому я сейчас быстро сделаю себе бутерброд и надеюсь я успею это колбаска супер это колбаска супер это колбаска супер после миллиона друзья я Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Я хотела спросить ваше мнение, ребята. Как вы относитесь к конкурсам? Потому что я могу разыгрывать разные крутые книги. Вот эту, например. Мне просто интересно, вам хотелось бы выигрывать книги, вам хотелось бы участвовать в конкурсах или это уже прошлый век и сейчас как-то конкурсы делать не модно. Я не знаю. Просто у меня есть возможность разыгрывать книги. Мне иногда разные издательства присылают какие-то сводки их новостей с новыми изданиями, которые у них выходят. И я сама много всего читаю и мне казалось бы, может быть, это было бы интересно вам. Я до записала видео про гугл. Сейчас у меня будет обед. Вот я уже там себе приготовила яйцо с хлебом и овощами. И я досматриваю видео, которое выйдет, которое уже вышло. Когда вы смотрите это видео, оно уже вышло в прошлое воскресенье. И я с таким восторгом пересматриваю то видео, потому что я так скучала по таким уютным влогам. Все, кто следил со мной во времена Стокгойма, я думаю, вы, посмотрев вот эти вот мои влоги эстонские, вспоминаете ту же уютную нордическую атмосферу. Я просто в полном восторге от этого. Мне очень этого не хватало. Я очень рада, что я снимала вот это Airbnb, где я сейчас могу это все тоже снимать, такие более уютные видео. Я надеюсь, что у меня будет возможность снимать больше видео для вас в таком блоговом формате. Хотя у меня интереснее сейчас на такие более профессиональные темы, но я думаю, буду соблюдать вот этот вот баланс. Мне кажется, это и есть отличительная черта моего канала, то, что у меня здесь видео разноплановые и на разные темы. И я надеюсь, что за это меня любят мои зрители. Кстати, крутые сережки, правда? Если вы видели мой влог из Стамбула, то вы знаете, откуда я в Стамбул скучаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я на вас подписываю. Мне очень нравится ваш блог. О, мне это очень приятно. А вы, можно я вас запишу? Можно я сниму? Я только что... Я просто начала записывать, и вы это сказали. Можно серьезно? А как вас зовут? Кристина. Окей, вы здесь живёте, вы отсюда или? Да, я отсюда, отсюда, я Элина Дейли же, да, ваш блог, да, я на вас подписываю. О, круто! Я сегодня посмотрю наше видео на 9 языках, как я живу. О, мне очень приятно, спасибо, спасибо, что подошли. Спасибо за просмотр! Привет, ребята, у меня сейчас будет вечерний чай. Я вчера взяла с собой из Рёст кусочек булочки, которой я не доела. Булочки очень похожи на шведские. В Талине я такого же качества булочек, наверное, ещё не встречала, именно вот таких шведских булочек, такого качества. Сейчас я устрою себе вечернюю фику, так сказать. Кстати, в Эстонии очень много кофе шведского продаётся тоже. Йоханн и Нюстрюм, это знаменитая шведская кофейная сеть, они вот продают, видно, в Эстонию свои зёрна, и здесь в кофейнях варят на них кофе. И что я заметила, вообще в Эстонии большой культ Скандинавии. Здесь есть кафе, которое называется Fika в Телиске. Здесь есть вот этот вот Рёст с таким тонким намёком на скандинавское что-то, с такой претензией на скандинавское что-то. И, конечно, очень много архитектуры тоже движется в сторону современной скандинавской архитектуры. За этим очень интересно наблюдать. Я понимаю, что Эстония хочет сотрудничать со Скандинавией, и они хотят налаживать контакты, и контакты есть. И у меня даже есть друзья, которые работают вместе со скандинавами, то есть их эстонские фирмы сотрудничают со скандинавскими фирмами, и они вместе делают бизнес. Но это очень здорово, но в то же время я надеюсь, что Эстония не потеряет свой шарм, который у неё есть, потому что здесь тоже есть какие-то свои такие традиционные какие-то мотивы, которые можно транслировать и в местной кухне более активно, и в вообще много где. Но Эстония это делает, на самом деле, всё, что касается туристической стороны. Я надеюсь, что этим летом всё-таки как-то поток туристов ещё будет приходить, потому что это то, что кормит эстонскую экономику во многом, и эстонцы обожают туристов, на мой взгляд, ну, по крайней мере, то, что я вижу. Так что да, это интересно.